Сегодня в России отмечают День православной книги. Праздник был учрежден Священным Синодом три года назад по инициативе Патриарха Кирилла и приурочен к дате выхода первого печатного издания на Руси Апостола. В нашей области выпускается немало православной литературы, причем ряд книг неоднократно переиздавался. О ситуации в этой сфере сегодня говорил на своей пресс-конференции глава издательского совета Ярославской епархии, епископ Рыбинский Вениамин. С подробностями Марина Смарагдова. Именно 14 марта, вспоминали сегодня участники пресс-конференции, увидела свет первая русская печатная книга. Это был апостол Ивана Федорова. С той поры минуло почти 500 лет. Только три года назад установлен День православной книги. Православная книга, она призвана в первую очередь помочь человеку узнать ответы на самые важные вопросы. И, конечно, она помогает иметь тот нравственный стержень, который помог бы каждому и молодому человеку, и взрослому при тех трудностях, искушениях, которые встречаются в его жизни. Это первая пресс-конференция владыки в качестве не только главы издательского совета и епархии, но и церковно-исторического общества. К помощи верующим несколько лет издается Ярославский православный календарь, бесценный источник в том числе и краеведческих знаний. Практически на каждый день здесь есть статья. В первый день православной книги в Ярославле отмечали большой выставкой раритетов. Здесь были и нотные сборники для богослужений, и древние старообрядческие книги, и первые выпуски епархиальных ведомостей. В Ярославской епархии, говорили сегодня, издается немало литературы, где авторами выступают и священнослужители, и советские ученые. Новомученики и исповедники Ярославского края в этом году будут переизданы. Ни одно переиздание выдержала и книга об отце Павле Груздеве. Так же, как и советская книга издания, православные испытывают падение рынка. На этом фоне удивляет успех книги архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые, святые», вышедшие многотысячным тиражом. Прославление новомучеников 20 века привело к расцвету жанра о географии, описания жития святых. В подобной жизни описания появляются. Но даже здесь встает ряд вопросов, даже касательно уровня церковной догматики. Зашла речь сегодня и о книжных грифах, которые присваивают изданиям. Они говорят о проверке качества содержания. Для того, чтобы обезопасить человека на этом этапе, на этапе даже начального выбора, введены эти грифы. Через две недели, обещают, епархии здесь запустят новую версию сайта. А с этого воскресенья каждый верующий, пришедший в храм, сможет внести лепту в развитие книжного дела, купить книжку для детского дома. Марина Смарагдова, Александр Быков, Городской телеканал.